Ничем иным, кроме как борьбой за информационное поле, можно назвать решение правительства Украины по отключению в сетях кабельных операторов и эфире российских каналов. В черный список Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины уже попало пять российских каналов – «Россия-24», «Вести», «Первый канал», «Всемирная сеть», «РТР Планета» и «НТВ Мир». До 12 марта Национальный совет настоятельно рекомендовал отключить эти каналы из сеток провайдеров, однако в своем большинстве кабельные операторы не отреагировали на просьбу над Советом. Сегодня, 13 марта, Национальный совет проведет заседание, на котором, возможно, будет принято решение о запрете трансляции пяти российских каналов в эфире и в сетях кабельных операторов на территории Украины. Если провайдеры откажутся выполнить принятое решение, возможно, будут лишены лицензии Национального совета. Черный экран вместо привычных программ ведущих российских каналов, возможно, повлечет еще большее недовольство и возмущение русскоязычного населения Украины. Уже сейчас многие телезрители считают этот шаг правительства недемократичным. Запрет трансляции без закона в основании является одной из форм цензуры. Вопросы национальной безопасности не должны использоваться в ущерб свободе средств массовой информации. Каждый человек имеет право на получение информации из различных источников. Тем более, что в объективности некоторых украинских каналов уже усомнились многие.